11 утра, Минская остановка КПД. Троллейбусы здесь курсируют один за одним. У каждого на двери отчетливая табличка «Вход в маски». Не заметить лозунг 2020-го просто невозможно. Однако на практике руководствуется им не каждый. В составе рейдовой группы – эпидемиологи, сотрудники УВД и контролеры. Водители общественного транспорта в защитных повязках. А вот пассажиры – не все. Нарушители в каждом троллейбусе. При виде специалистов многие тянут руку в карман. Кто-то пробивает талон, а кто-то надевает маску. Как вам лично, самим как специалистам, привыкли все-таки в масках уже работать? Да, мы уже давно в маске. Еще с прошлого, с первого сезона в маске ходим. Ну да, мы уже привыкли, и мы считаем это необходимым. Уже как часть спецодежды стала, да? Да, ну для здоровья себя и окружающих. В последнее время по талончикам много людей с зайцами ездят? Ну, их всегда хватало. Это никакая пандемия к зайцам не страшна. Они всегда есть. Сотрудники троллейбусного парка наряду с проверкой талончика тоже напоминают людям о соблюдении масочного режима. Реагируют горожане по-разному, но коронавирус диктует свои правила. Рейд проводился по вопросам соблюдения требований санитарных норм и правил и выполнения комплексного плана по профилактике коронавирусной инфекции в городе Бобруйске, утвержденного Бобруйским госполкомом. В настоящее время требованиями законодательства не предусмотрена административная ответственность на физическое лицо. Выдавали памятки о соблюдении масочного режима. Масочный режим в Бобруйске действует еще с первой волны. Находиться в защитной повязке необходимо при посещении торговых центров, кафе, аптек, отделений почты и банков, административных зданий, учреждений культуры и общественного транспорта, включая такси. К слову, на днях Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации. Теперь жителям советуют находиться в маске везде, как в закрытых помещениях, так и на улице.